В эфире «Литературные чтения». Мы продолжаем передавать страницы второй книги романа Михаила Алексеева «Ивушка неплакучая». Она писалась в период с 1966 по 1974 годы. Все дальше и дальше отодвигается во времени от героев романа «Война». Подрастают дети, не знавшие отцов, и для них труд становится первой страницей познания жизни. Подрос сын и у Фени Угрюмовой. Она проводила его в армию. Нелегким тернистым путем идет к своему счастью Феня, вернее теперь уже Федосия Леонтьевна Угрюмова. Возвращается к ней любовь ее жизни Авдей. Под горячую злую руку женился Авдей на молодой бухгалтершин Наденки Скворцовой. Обездолил всех троих, и себя, и Наденку, и Феню. В трудном этом треугольнике правда на стороне Ивушки. И не только потому, что Авдей любит ее, а потому, что поддерживает Феню в этой борьбе за свое право быть с Авдеем, ее работа, ее дело. Сколько душевной красоты в этой женщине, какая чуткость к людскому горю. Ее сердце полно доброты, и его хватает на всех, кто нуждается в человеческом участии. С Тимофеем Неряхиным случилась беда, и Феня, забыв все обиды, спешит в сельсовет, чтобы добиться ему пенсию. Феня натура деятельна, умеющая объединить вокруг себя людей. Во время войны она создала бригаду женщин-трактористок. Но и в мирное время, когда в колхозе опять обнаруживается нехватка мужских рук, возглавляет женскую бригаду механизаторов, показывает пример ударной работы. Итак, слушайте третью передачу по страницам второй книги романа Михаила Алексеева «Ивушка неплакучая». Услышала ли, присвятая эту материну мольбу, но все грозы житейские пока что благополучно миновали Феню. Иные из них проходили где-то очень близко над ее головой, заглядывали на ее двор, но она-то и этого не замечала. В одну зиму замысленная идея бригада была создана, а весною, когда улетучился сырой холодный пар над землей, когда вспаханные под зябь поля стали покрываться тонкой, подрумяниной солнцем, пахучей, как на только что испеченном хлебе корочкой, когда над весело, бодро урчащими тракторами, тянущими за собой культиваторы и сейлки, заполыхали, захлопали, затрепетали, забились на ветру разноцветные девичьи косынки, жизнь для Феней вновь наполнилась важным, неприходящей ценности смыслом. А тут еще новость. Филиппа приняли в пограничное училище. Скоро будет офицером. Это ли не радость для матери? Душесношенку подглядела себе Феодосия Леонтьевна, юную трактористку Таню, недавно еще секретарствовавшую в правлении, а ныне уверенно водившую по полям свой могучий ДТ. Теперь теплая волна Фениной любви и нежности перекинулась и на эту девчонку, окатила ее. Феодосия Леонтьевна старалась держать Таню поближе к себе, хмурилась ревниво, когда та, передав машину своей сменщице Нине Непряхиной, торопилась в село, в клуб, значит. Все чаще оставляла девушку на всю ночь в поле, ложилась в будке с ней рядом, обнимала и, не в силах сдержать своих чувств, шумно выдыхала в ночную тишь. Не сиделась тебе в конторе, Танюшка? Розовые ноготки-то потемнели, облупились чай. Может, учетчица тебя определить? Да что вы, тетя Феник, ни за что. Ну, хорошо. А теперь скажи, Танек, пишет тебе Филипп, аль нет? Одно Толечка за все время ей прислал. В голосе Таня уже чувствовались слезы. Ну, я ему покажу. Вот только пускай приедет на побывку. А ты не плачь. Не плачь, родненькая. Последние слова вырвались у Федоси Леонтьевны с душевной болью и дрожью. Безотчетная тревога сдавила сердце. Уж очень хорошо все было у нее. Так хорошо, что она, привыкшая ко всяким напастям, боялась того, что что-нибудь да подкрадется, вырвет у нее это хорошее и радостное. Не может быть, думала она, чтобы все было так хорошо. Таня, а ты любишь его? Девушка встрепенулась, прижалась к Федосе Леонтьевне плотнее, жарко задышала на нее. Любишь, значит? Очень. И этих Таниных слов хватило на то, чтобы все сразу и отлегло от Фениного сердца, все утихомирилось, угрелось на душе. Спи, Танек. Спи, Сношенька моя родная. Скоро светать начнет. Не хочется спать. Тетя Феня, спи, спи. Феня чмокнула девушку в пылающую щеку. Меня вчера с комсоргом избрали, тетя Феня, сообщила вдруг Таня. Вот как? Так, поздравляю тебя, Танюш. Это хорошо. Жаль только, что уйдешь теперь из моей бригады. Что вы, тетя Феня? Я же не освобожденный комсорг. Ах, вот оно как. Тогда вербуй своих комсомолят в механизаторы. Это, Танек, самая верная для них дорога. Пройдет немного времени, и на поле, кроме трактористов да комбайнеров, никого не останется. Мы будем и пахать, и сеять, и убирать урожай. Механизатор Танюшенька станет за главным человеком на родимом нашем полюшке. Так ты, Танек, теперь усни. А то плохой будет завтра из тебя пахарь. Спи. Но перед тем, как заснуть, Таня поведала еще одну новость. Миньку и Гриньку скоро в комсомол будем принимать. Минька и Гринька были неразлучными друзьями. Слово «неразлучное» попросилось в тракуне потому, что подвернулось к случаю, как наиболее доступные и привычные. Минька и Гринька были действительно в самом буквальном смысле неразлучные. «Если ты где-то увидал долговязого, четырнадцати годам вымахавшего чуть ли не всажень ростом, Гриньку, то так и знай, где-то рядом должен быть и малюсенький, увертливый, как угорь, чернявенький и кучерявый Минька». Минька ходили в школу вместе, ночевали вместе. Одну ночь в Минкином доме, следующую в Гринькином. Делали так, чтобы не обижать матерей. Шустрый глазами, ногами, Минька был шустер и остер головой. Башковит. Учился только на пятерке. Лишь по поведению была у него неизменная во всех четвертях четверка, да и то потому, что он принужден был подсказывать то одному, то другому своему товарищу. И прежде всего, конечно, Гриньке, который не был отличником, но с помощью Миньки в ударнике все-таки выбивался. Само собой получалось, что Минька верховодил простодушным и добрым, как все великаны, податливым Гринькой, но руководил им так, чтобы тот и не чувствовал этого руководства, подсознательно понимая, что настоящая дружба рождается там, где люди не помыкают друг другом, а помогают один другому. Миньк помогал, а потому и был любим Гринькою. Ночь перед комсомольским собранием ребят провели в Минькином доме, куда по случаю столь великого события в жизни ее приемуша пришла и Степанида Луговая. Минька и Гринька устроились в передней, а их матери в задней избе. Те и другие за всю ночь не сомкнули глаз. Ребята экзаменовали друг друга по специальному вопроснику, разосланному райкомом комсомола, чтобы не завалиться на собрании, а затем и там, где выдаются билеты членов всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи. Для начала каждый из них несколько раз к ряду произнес вслух эти слова, расшифровывая таким образом пять давно ставших знакомыми и родными легкопроизносимыми букв В, Л, К, С, М. Степанида и Мария, прислушиваясь через приоткрытую дверь к звонким их, все набирающим и набирающим силы, уже плохо контролируемым, взволнованным голосам, сами, не замечая того, заражались энтузиазмом детей, начинали вслед за ними повторять те же слова, при этом путались, спотыкались языками, ворчали досадливо. Разве запомнишь, тут любой собьется. А перед их сыновьями было двадцать три вопроса, заключавших в себе всю историю комсомола. Минька и Гринька знали, конечно, что не все эти вопросы будут заданы им на собрании и на бюро райкома, но какие-то из них обязательно будут заданы. Ну, какие именно? Кто ж скажет тебе заранее? Нужно быть готовым к тому, чтобы хорошо, четко, без запинки ответить на любой из них, а это значит на все двадцать три вопроса. Сначала шли по порядку, так как эти вопросы расставлены в списке, затем задавали их друг другу в разбивку. Мария Соловьева и Степанида Луговая, слыша все это, хмурились, глядели со страхом друг на дружку, шептались. Господи, боже мой, да тут голову сломаешь, с ума сойдешь, право слово. Кто же могет запомнить такую пропасть вопросов? Провалятся, ребятишки, ей провалятся. Ребята не унывали, подбадривали себя, отвечали громко, с воодушевлением, как на экзамене. Расскажи, Луговой, напирал на своего товарища Минька, какие комсомолы имеют ордена и за что они получены. Гринка вскакивал с места, ходил по комнате, пригибаясь, боясь поднять головой потолок, орал, что есть моченьки. Первый орден, орден красного знамени. — Боевого, — поправлял Минька, — орден боевого красного знамени был получен комсомолом в одна тысяча... — Без одна, — опять поправлял экзаменующий, — был получен в 1928 году. — За что? — Да ты не перебивай меня, — взмолился наконец Гринька. — Все скоро по порядку. — За что говоришь? — Известно за что. — За участие в гражданской войне. — Правильно. — А второй? — Второй орден, орден трудового знамени, красного знамени, трудового красного знамени был получен комсомолом в 1931 году за восстановление народного хозяйства. Третий орден, заторопился Гринька, чтобы упредить своего дружка-экзаменатора, орден Ленина был получен комсомолом в июне 1945 года за участие в Великой Отечественной войне. Закончил он без малейшей запинки, потому как считал про себя этот орден самой дорогой наградой для ВЛКСМ. — Ну, а четвертый? — спросил Минька. Видишь, что его друг остановился, как норовистый конь на бегу. — Четвертый когда и за что? — Молчишь? — А говоришь, не перебивай. — Подсказать, что ли? — Погодь. — Может, еще вспомню? — Не вспомнишь. Не морщи лоб, не тушься. Не знаешь. — Слушай, четвертый орден, орден Ленина, был получен комсомолом в 1948 году за активное участие в мирном строительстве. — Ну, погоди, что ты говоришь? — теперь уже перебил своего товарища Гринька. — В вопроснике слова «мирное» нету. Я теперь вспомнил. Там сказано просто «за активное участие в строительстве». А ты что я? Нельзя же Гринька быть таким буквоедом. — Когда орден получен? — В 1948 году, сразу же после войны. Чем занимались наши люди? — Строительством. Каким? — Конечно же, мирным. — Понимать надо. — Ну, а пятый какой, когда и за что? Помнишь? Еще бы выпалил Гринька с оттенком самодовольства. Итак, пятый орден, орден Ленина, был получен комсомолом в 1956 году и, не досказав, загорланил до смерти, напугав матерей. — Здравствуй, земля целинная. — Правильно, молодец. Ну, а шестой? Минька уткнулся в бумагу, чтобы спрятать лукавую ухмылку. Гринька задумался потом сокрушенно развел руками. — Не знаю. Минька поднял глаза, сверкнул в широченной улыбке ослепительной белизны зубами. И я, Гринь, не знаю, потому как шестого ордена у комсомола пока еще нету. — Ну, он будет. И нам с тобой, Гринька, зарабатывать его для комсомола. Понял? Минька покосился на заглубевшее окно. — Мать честная, светает. — Ну и ну. Мамы-то наши спят, а нет? Им-то чего не спится? — Уснешь с вами? — отозвалась Мария. — Вы орете, как на митинге. Пойди, все проснулись. — Подготовились, что ли? — А нет? — спросила она, пряча за грубоватым тоном материнскую свою тревогу. — Вроде подготовились, — сказал Минька. — А вы еще маленько позанимайтесь. Наизуй, чтоб подала свой голос и Степанида. Не отпустили они одних сыновей и на комсомольское собрание, которое проходило в недавно отремонтированном, подновленном малость-клубе. На удивленный, немного растерянный взгляд Тани Степанида сурово молвила. — Не гляди на меня так, Танюш, мы не чужие им. Вот вырастила бы ты в такое-то время одна их, узнала бы, что это есть такое. Так что посидим. Мы ведь тоже когда-то были комсомолками. Не красней и не пожимай плечиками. Начинай собрание, а мы вот, смотри, посидим тихо, мирно да послушаем. Мы вон там, в уголочке, с краюшку. Пойдем, Маш. Бесконечно счастливые, благополучным для их сыновей с ходом дела. Хотели было сейчас же после собрания увезти их домой и там вместе пережить еще раз эту радость. Но тут уж ребята воспротивились, почувствовав себя с этого часа окончательно взрослыми. Всегда покорной материной воле, Гринька теперь сказал, бося неровным, ломающимся голосом. — Мам, мы немного погуляем, побудем тут. — Ступайте, мам. — Пойдем, Маша, — вздохнула Степанина, — пускай их погуляет. Глянь, мужики. — Нет, твой Гринька, мужик. А мой как был сморчок, так сморчком и останется, сказала Мария. А глаза осветились неизбывной, неприходящей нежностью. Они пришли в Степанидину хижину вместе, не сговариваясь. Не хотелось расставаться в этот вечер. Присели к столу. — Фенюху бы позвать, — вспомнила Мария. — А ты сбегай за ней, пока я спроволь яишенку. Часом позже проходившие мимо Степанидиной избы люди с удивлением слышали, как из-за ее окон выплескивалась, грустно задумчивая. — Ивушка, Ивушка, зеленая моя, что же ты, Ивушка, не зелено стоишь? Или частым дождичком бьет, сечет, или под корешок ключева вода течет? Девица, девица, красавица душа, что же ты, девица, невесело сидишь? Али ты, красавица, тужишь о чем? Али сердце ноет по дружке милом? Степанида спрашивала своим глухим, придавленным, чем-то тяжелым голосом. А Фене и Мария отвечали так же тихо и грустно. — Как же мне, девица, веселую-то быть? Как же мне веселой быть и радостной? Что же это у бабушки да выдумано? У родимой матушки повыгодно, знать о неродимой неправдою живут, меньшую сестру прежде замуж отдают. Степанида, потеплев лицом, успокаивала. — Ивушка, Ивушка, на воле расти, красавица, девица, не плачь, не тужи, не срубит Ивушку под самый корешок, не разлюбит девицу, миленький дружок. Пропев это, примолкла, забеспокоилась. — А не пойти ли нам, Мария, с тобой в клуб? Да не пригнать ли наших комсомолят домой? Долгонька что-то их нет. — Куда они денутся? Придут, — сказал Феня, недовольная тем, что песня кончилась, и надо собираться домой. — Ишь ты как, — заметила Мария. — Бывало, не ждала, когда твой Филипп сам возвернется, бежала на гульбище. — Пойдем, Стеша, заодно вот и фенюх проводим. — Ну, пошли, пошли. Не успели войти в клуб, как туда ласточкой влетела Катя Угрюмова, завертела головкой, запорхала глазами, наткнулась, наконец, на сидевших у стенки женщин, кинулась к старшей сестре. — Да где же ты пропадала? Мы с дядей Авдеем все село обижали. Иди скорее домой. — Что? Что случилось-то? Феня схватилась за сердце. — Господи, да говори же ты скорее. — Физипп приехал, — выпалила, наконец, Катя, и, не дожидаясь сестры, вновь выпорхнула из клуба. Феня хотела было побежать за ней, но ноги не слушались. Держась за сердце, рвавшееся из груди, медленно побрела домой. Счастье, коли оно великое и нагрянуло неожиданно, как и несчастье, способно сразить человека. Феня вошла в свою избу, ярко светившуюся всеми окнами, не прежде, чем отдышалась, прислонившись правым боком к завалинке. Вошла и не увидала никого, кроме своего сына, хотя за столом, накрытым, наверное, пришедшей сюда графеной ванной, уже сидел добрый десяток других людей. Тут были и отец с матерью, и брат Павел с женой, и Авдей, и Тишка с Пишкою, не постеснялся прийти, и этот последний, и Апрель с Максимом Покленниковым, и, конечно же, Архип, Архипыч Колымага, и что должно было бы броситься хозяйке в глаза, если не в первую, то во всяком уж случае во вторую очередь, Сергей Ветлугин. Но так знать устроены глаза матери, чтобы в такую минуту ничего и никого не видеть, окромя своего детища. Высоченный, подпиравший потолок своей головой, он вышел ей навстречу, обнял, приподнял с пола на уровень своего лица, поцеловал в мокрые щеки. Она по-прежнему, никого не замечая, разглядывала влажными, сверкающими глазами только его одного, глотая слезы, вымолвила, наконец, что же ты, сынок, что же не предупредил, кто ж тебя привез-то? А руки ее непроизвольно ощупывали золотые, с зеленой оторочкой погоны на прямых и широких его плечах. Зачем беспокоить, ответил он так же сбивчиво, приехал я на райкомовской машине, товарищ кустовец дал, да и ехал я один только до Саратова, оттуда вот с ним. Да глянь-ка туда, мам, неужели не видишь, это же дядя Сережа? Федора Селентьевна замигала ресницами, смаргивая остаток слез, и теперь только прояснившимися и отрезвевшими вдруг глазами увидала всех сидевших и молча наблюдавших встречу матери со своим единственным сыном, не решаясь даже малейшим шорохом, неловким движением нарушить святость этого мгновения. Господи, совсем ослепла от радости, произнесла она виноватым голосом. Вы уж простите меня, и ты, Сережа, прости, я бы все равно не узнал тебя. Ну как, живете, мужички, спрашивал между тем Сергей, оглядывая и своих односельчан, и новую фенину, избу с холодильником и стиральной машиной по углам. Живем, хлеб жуем, в чужой рот не заглядываем, первым отозвался апрель. Максим Покленников, покосившись на апреля, как бы призывая его, в свидетель заговорил. Приезжал ты к нам в сорок седьмом году, сам видал, что тут было. Поруха полная. Думала, сто годов потребуется, чтобы стать на ноги, а видишь, что вышло. Тогда тебя привезли к нам на быках, а нынче, нынче на легковушке. А быки сохранились разве что в ихней, вот Максим кивнул в сторону хозяйки памяти. Нету давно уж ни солдата безхвостого, ни мычалки, ни рыжего, ни цветка, ни веселого. А есть в колхозе восемь грузовых машин, два молоковоза, бензовоз, двадцать тракторов, семь комбайнов и десятки других разных машин, сейлок, культиваторов и прочее. Сам иной раз удивляешься, отколь взялось все это. А ты, дядя Максим, вижу, сделался настоящим политиком, улыбнулся Сергеем, предложил. Давайте, товарищи, выпьем за здоровье дяди Максима. Покленников усмехнулся. Моему здоровью твой Сережа Тост едва ли поможет. Иду, скриплю, как старая, рассохшаяся телега. В коленках, во всех суставах стреляет, как из ливарверта. И глаза почесть не видит. Ну, насчет глаз апрель зашевелил усами. Насчет глаз ты зря, кум, они у тебя еще зоркие. За здоровье Покленникова все-таки выпили, посмеявшись, конечно, над его сомнительной слепотой. Поговорили еще о том, о всем, больше пустяшном и забавном. Кто-то первый спохватился, что пора бы уж оставить хозяйку одну с сыном. И подал соответствующий знак. Оставшись с Филиппом одна и наговорившись с ним в сласть, Феня уложила его на своей кровати, а сама присела рядышком на стуле. Хоть Феня и не сомкнула глаз своих во всю ту ночь, но поутру чувствовала себя совершенно свежей и легкой. Вы слушали главы из второй книги Михаила Алексеева «Ивушка неплакучая» в исполнении народного артиста СССР Бориса Черкова. Запись 1977 года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok